Друзья, я завёл свой телеграм. Многие спрашивали про него, и вот их просьбы были услышаны. Туда я буду постить все свои ролики, которые есть на канале на ютубе, а также всю информацию. Советую всем зайти и подписаться, так как ютуба может не стать со дня на день. А также всем напоминаю про свой Янекс Дзен. Туда я также буду перезаливать все ролики с ютуба. Все ссылки на Яндекс и Телеграм будут в описании и закреплённом комментарии. Переходите и подписывайтесь. Друзья, сегодня я прочитаю для вас рассказ писателя Альбина Нурия, автора 30 книг в жанре мистики и ужасов, изданных в крупных российских издательствах. У Альбины есть свой канал, там она читает свои истории. Советую послушать, это действительно интересно и страшно. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok На жильё, которое снял Костя, как говорится, без слёз было не взглянуть. Находилось оно в двухэтажном деревянном бараке, где на каждом этаже по четыре квартиры с частичными удобствами, как выразилась женщина, которая сдала Косте эти хоромы. Частичность заключалась в отсутствии ванной, но хотя бы раковина и туалет имелись, и на том спасибо. Квартиру подороже Косте не потянуть, зарплата у молодого специалиста, вчерашнего студента, ровно такая, чтобы с голоду не помереть. Так что для оплаты квартиры Костя ещё и подрабатывал. Но не унывал, и планы строил грандиозные, и работы никакой не боялся. Квартирка на втором этаже была тёмная, неухоженная, со старой разномастной мебелью. Хозяйка давно жила с мужем в другом месте, всё надеялась, что дом снесут, и ей дадут новую квартиру. Но городские власти, кажется, забыли про барак. «Если воду отключат, во дворе колонка есть», – извиняющимся тоном сказала хозяйка, которая не могла поверить в то, что нашёлся человек, готовый снять это жилище. Костя, как мог, навёл уют. Вымыл полы, пыль вытер, допотопные светильники и посуду перемыл. Проветрил, занавески постирал, расставил по углам какие-то мелочи, ноутбук на тумбочку выдрузил. Вроде бы посимпатичнее стало. «Буду обживаться», – сказал сам себе Костя, глядя в мутное, как его не отмывай, зеркало с трещиной в углу. Потекли дни. Уходил Костя рано, приходил поздно, ужинал и спать ложился. Соседей он не видел, но нет-нет, да и слышал то шаги за дверью, то негромкие разговоры. В квартире под ним кто-то ходил и иногда покашливал, слышалось что-то вроде скрипа. Один раз ночью в дверь постучали, но пока Костя вставал и шел открывать, посетитель уже успел уйти. Однажды, тоже посреди ночи, что-то заскрипело и застонало. Костя вскочил и увидел, что дверца платяного шкафа приоткрылась. Сердце его забилось. Костя вскочил и зажег свет. Страшновато, конечно. Никого в шкафу не было и быть не могло. Просто мебель была такая же ветхая, как и дом. Дерево рассохлось, вот и стонало. А просевшие двери скрипели и сами собой открывались. Одну из соседок Костю увидел на пятый день после заселения. Это была круглая, уютная старушка в очках, похожая на бабушку из детской книги с картинками. «Добрый вечер», – улыбнулся Костя. «Я ваш новый сосед». «Очень приятно», – заулыбалась она в ответ. «Как же вас сюда занесло-то? Вам, молодым, разве место в таких развалинах?» «Это дом с историей. Мне тут очень даже нравится». Косте хотелось сказать старушке что-то хорошее. Небось, всю жизнь тут прожила, детей вырастила. «Ну, раз нравится», – старушка похлопала его по плечу. «Вы на втором этаже?» «А я на первом. Меня Ириной Владимировной зовут». Они расстались, довольные друг другом. Минуло еще пару дней, а потом Костя пригласил в новое обиталище свою девушку Катю. Она училась на пятом курсе педагогического, жила в общежитии. Частичными удобствами ее было не напугать. Катя подарила Косте на новоселье плюшевый плед и уверила его, что в квартирке очень даже миленько. Они включили негромкую музыку, вместе приготовили ужин, болтая о том о сем, обсуждали новости и чувствовали себя семейной парой. Катя осталась ночевать, и среди ночи Костя проснулся от того, что она трясла его за плечо. «Что такое?» «Слышишь? В соседней комнате ходит кто-то». Костя прислушался и в самом деле услышал шаги, шаркающие, немного неуверенные, а еще постукивание. Кажется, тот, кто шел, опирался на клюку. «Это не у нас в коридоре, видимо соседи, идет кто-то с палочкой», – попытался он успокоить Катю. Но она так и проворочилась до самого утра, а потом сказала Косте, что больше тут ночевать не станет. «Мне кажется, в твоей квартире привидение. Всю ночь то скрипы, то вздохи, то какие-то шаги». «Перестань», – сказал Костя, запирая хлипкую дверь. «Дом старый, скрипит, вздыхает, а шаги, ну, кому-то из жильцов не спалось». Они вышли на улицу и увидели Ирину Владимировну. Ребята поздоровались с соседкой, однако она не ответила. Вместо этого метнула на Костю злой взгляд и спросила, указывая пальцем на девушку. «Это что же такое?» «Ни что, а кто?» – миролюбиво ответил Костя. «Катя, моя невеста». «Невеста без места», – выплюнула соседка. «У нас приличный дом, порядочные люди живут. Нечего сюда кого попало таскать». «Послушайте, вы что такое говорите?» – возмутился Костя, а Катя вспыхнула. «Почему вы меня оскорбляете?» Ирина Владимировна не дрогнула, смирила ее презрительным взглядом и выдала. «Порядочная девушка ночевать с мужчиной до брака не станет». Потом повернулась к Косте и сказала, «А я-то думала, что вы хороший парень». После чего развернулась и зашагала прочь, оставив Катю с Костей стоять посреди двора. «Прости», – выдавил Костя. «У нее просто старомодные взгляды». Настроение было окончательно испорчено. До остановки они дошли молча, попрощались скомканно. «Что за муха укусила старуху?» – размышлял Костя. «Прежде она казалась вполне милой». Работы было много, и постепенно происшествие забылось. Костя позвонил Кате и попросил еще раз прощения, и они помирились. Правда, она твердо заявила, что больше к нему ни за что не поедет. Возвращаясь домой, заходя в подъезд, Костя внутренне подобрался. Не хотелось встречаться с соседкой, но пообщаться им все же пришлось. Не успел он переступить порог своей квартиры, как в дверь деликатно постучали. «Вечер добрый», – проговорила старушка. «А барышня ваша с вами?» «Нет, нет, постойте», – торопливо сказала она, видя, что Костя нахмурился. «Я хотела извиниться. Я не понимаю, что на меня нашло. Это было так невежливо, так дико с моей стороны. Мне очень стыдно. Я не должна была грубить вам обоим. Не имела права так говорить с вами. Простите меня, прошу вас». А она выглядела виноватой и несчастной. Костя невольно улыбнулся. «Давайте забудем, все в порядке». «Правда?» – обрадовалась соседка. «Вы не сердитесь на старуху?» Костя заверил, что ни капельки не сердится. И тут Ирина Владимировна попросила его подождать. И через пару минут вернулась с большой тарелкой, накрытой белоснежным полотенцем. «Вот вам к ужину. Только что испекла, еще горячий. Кушайте на здоровье, не побрезгуйте. Любите пироги с капустой?» «Люди говорят, у меня очень вкусно получается». В тарелке и впрямь золотился пирог. Аппетитный, ароматный, с хрустящей корочкой. Костя от всей души поблагодарил соседку. Они уверили друг друга, что недоразумение забыто, и разошлись по квартирам. Костя пообещал завтра вернуть тарелку. Пришел к себе, поставил тарелку с пирогом на тумбочку, что стояло возле старинного зеркала. Запер за собой дверь и стал разуваться. Поставил кроссовки в угол, выпрямился и тут же услышал звон. Костя вскрикнул, не удержавшись. «Это еще что такое?» Разбитая тарелка валялась на полу. Ее содержимое тоже лежало непроглядной кучкой. Костя аж зубами заскрипел с досады. О том, чтобы подбирать с пола и есть, и речи быть не могло. Такой ужин пропал. Видно, он поставил тарелку слишком близко к краю. Тарелку. Еще и ее разбил. Что теперь соседке возвращать? Она наверняка какая-нибудь особая, из любимого сервиза. Пожилые люди придают огромное значение таким вещам. Проходя мимо зеркала в кухню, чтобы взять совок и веник, Костя боковым зрением заметил какую-то тень. На долю секунды ему показалось, что в зеркале стоит человек. Длинная темная фигура. И он резко обернулся. Показалось, разумеется. Нет там никого. Что за глупости? Утром Костя увидел во дворе Ирину Владимировну, которая развешивала на веревках ослепительно белые простыни и махровые полотенца. Хотел было пройти мимо, чтобы не нарваться на вопросы про пирожки и тарелку. Но она обернулась и заметила его. Увидела, и на ее лицо словно бы набежала тень. Она посмотрела на Костю как-то странно, точно не узнавая его. А он, воспользовавшись ее замешательством, наспех поздоровался, прибавил шагу и почти выбежал со двора. Днем ему было не по себе. Мысли то и дело возвращались к тому, где он возьмет тарелку, чтобы отдать Ирине Владимировне. А то, как бы она опять не стала возмущаться, не хотелось портить отношения. На работе пришлось задержаться подольше, но Костя все равно успел на почту. Хотел матери в деревню отправить небольшую посылку. Улыбнулся, представляя, как она обрадуется. До закрытия оставалось буквально несколько минут, но сотрудница сжалилась, согласилась принять. «Обратный адрес укажите», – велела она. Костя, чуть помедлив, написал название улицы, дом и увидел, что почтальонша округлила глаза. «Вы серьезно? В самом деле там живете?» «Ага, снимаю квартиру. А что такого?» «Но это же... Это дом!» Она замялась. «Как вы там можете жить?» «Не дворец, конечно», – усмехнулся Костя, решив, что ее шокирует, что он поселился в ветхом доме без нормальных удобств. Но выяснилось, что дело вовсе не в этом. «Неужели вам не страшно?» – тихо спросила женщина. «Совсем одному, да еще и с этой ведьмой по соседству». «Одному?» – не понял Костя. «Вы о чем? В доме полно народу!» – начал было он, но осекся. Конечно, встречался он только с Ириной Владимировной, но ведь постоянно слышал шаги, голоса и стуки. «Ночами!» – напомнил он сам себе, но тут же отбросил эту мысль. Конечно, ночами, а когда еще, если он и домой-то приходил почти только ночевать. Но дом точно был в порядке, не похож на заброшку. Двери квартиры закрыты, в подъезде чисто, на окнах занавески, ни выбитых стекол, ни других следов запустения. «Вы что-то путаете?» – твердо сказал Костя. «Люди живут в доме. Я их слышу время от времени. Просто, наверное, они не молодые уже. Редко выходят. Вот вы и решили…» «Нет!» – перебила женщина. «Я точно знаю. Да тут на районе все это знают. Нехороший это дом. Дурной. Там жильцы, как мухи, помирали. Из всех квартир, кроме ведьминой, людей вперед ногами выносили. Одного за другим. У вашей-то хозяйки тоже, небось, помер кто-то. Вот она и сбежала, не стала там жить. И как только совести хватило сдать квартиру в проклятом доме!» «Погодите, как вы сказали?» «Ведьма? Это вы про Ирину Владимировну?» Женщина поджала губы. «Не верите?» «Конечно. Вы же все образованные сейчас. Я не знаю, что она делала, но все, кто ей дорогу переходил, помирали. И никаких следов. Кто от сердца помер, а кто от инсульта. Сидит теперь одна, как сычиха. Гляди, как бы из-за тебя не взялась. «Вот тебе я отправил посылку», – подумал Костя, медленно идя в сторону своего дома. Он не знал, что и думать, как реагировать на странные слова. В ведьм он, конечно, не верил. Но при мысли о том, что в доме и вправду нет людей, ему стало дурно. Кто же тогда ходил, вздыхал и стучал? Нет, почтальонша ошибается, иначе и быть не может. Однако, когда Костя подошел к дому, решимости у него поубавилось. Впервые он вернулся так поздно. Уже стемнело, на улице зажглись фонари. Неподалеку стояли пятиэтажки и желтые каменные двухэтажные дома. Более новые и комфортные, чем Костин барак. И во многих окнах горел свет. Однако, Костин дом, единственный во всей округе, стоял темный и мрачный. Впрочем, одно окно горело желтым светом. Окно в квартире Ирины Владимировны. И лампочка в подъезде тоже светилась. Костя почувствовал, что напуган. Стыдно признаться, но идти домой ему не хотелось. Неужели там и вправду никого нет, кроме них двоих? «Перестань, что-то как ребенок», – отдернул себя Костя. «Может, люди просто ложатся рано или свет экономят. Но даже если в самом деле никого нет, то что тут такого? Чего бояться-то?» Костя подошел к подъезду. Но вместо того, чтобы зайти в него, он решил кое-что проверить. Он еще на днях заметил, что одно из окон первого этажа постоянно приоткрыто. Это его не слишком удивило. Возможно, людям душно, вот и проветривают. Он обошел дом и, подойдя к нужному окну, осторожно постучал по стеклу, не слишком надеясь, что ему ответят, кто там. Ему и не ответили. Тогда Костя, чувствуя себя немного глупо, отодвинул занавеску и заглянул внутрь. Там было темно, ничего не видно, и Костя включил на телефоне фонарик. Глазам его предстала картина полного запустения. Судя по толщине слоя пыли, которая лежала на полу и мебели, в квартире никто не жил уже много лет. Костя отошел от окна и прижался спиной к стене дома. Хорошо, в этой квартире не живут. Но есть же еще пять квартир, кроме его и Ирины Владимировны. По крайней мере, в квартире под ним точно есть жильцы. Костя почти каждую ночь слышал шаги, кашель и поскрипывание. Надо сходить туда и убедиться, что все в порядке. Костя вошел в подъезд. Идя на цыпочках, хотя и не понимая, от кого таится, подошел к двери. Поднял руку, чтобы позвонить или постучать. Но тут увидел то, на что не обращал внимания прежде. Ручка двери была грязная и пыльная. Никто не трогал ее уже давно. Но точно в таком же состоянии были и другие дверные ручки, кроме ручки на двери, которая вела в квартиру Ирина Владимировна. И этот контраст бросался в глаза. Не успев сообразить, что делает, Костя толкнул дверь. Та оказалась не заперта. Он шагнул в прихожую. Света зажигать не стал. Снова воспользовался фонариком телефона. В квартире пахло запустением и сыростью. В тесной прихожей на вешалке висело тяжелое пальто с рыжим воротником. Маленькая тесная кухня и комната побольше, почти лишенная мебели, за исключением шкафа и круглого стола со стульями. Костя заглянул в спальню и увидел там кровать. Вернее, железную сетку. Ни белья, ни матраца. Если ему еще и требовалось доказательство того, что квартира пуста, то вот оно. Но кто тут ходил? Кто кашлял? И... И тут за спиной Кости раздалось то самое поскрипывание, которое он время от времени слышал. Он как-то сразу в миг сообразил, что могло издавать такой звук. А сообразив, покрылся холодным потом. Такое бывает только в фильмах ужасов, подумал Костя. Обернуться было страшно. Но стоять, когда за спиной творится что-то ужасное, еще хуже. Костя повернул голову на звук. Так и есть. В углу стояла старое кресло-качалка. Скрип, скрип. Это оно кряхтело, раскачиваясь. На долю секунды Косте показалось, что он видит сидящего в кресле человека. Седого мужчину в очках и толстом свитере. А потом силуэт пропал. И осталось лишь кресло, которое качалось саму по себе. Костя прижал ладони ко рту, чтобы сдержать рвущуюся наружу вопль. И бросился прочь из жуткого места. Мне кажется, в твоей квартире привидение. Всю ночь то скрипы, то вздохи, то шаги. Сказала ему как-то Катя. И теперь Костя и сам так думал. Но призраки, видно, обитали не только в его жилище, но и во всем доме. В каждой из брошенных квартир. Костя выскочил на лестничную клетку и нос к носу столкнулся с Ириной Владимировной. В этом доме что, никто кроме нас с вами не живет? От неожиданности выпалил Костя. Соседка поджала губы и ответила. «Конечно нет. И хорошо. Жили тут мерзкие грубые люди, а теперь умерли». Лампочка в подъезде была тусклая. Свет еле пробивался сквозь мутное грязное стекло. В этом неверном слабом освещении лицо старухи показалось Косте неприятным и даже каким-то зловещим. Восковая кожа, глубоко запавшие глаза. Крючковатый нос выпятился, а губы словно бы стали тоньше. Теперь это была не милая бабушка, а настоящая ведьма. «Проклятый дом. Ведьма». Пришли на ум слова почтальонша. И снова не сумев как следует все обдумать, Костя произнес. «Это вы всех извели? Всех своих соседей? Они вам мешали чем-то, и тогда вы...» Тут ему вспомнился давешний пирог и то выражение, с которым старуха утром поглядывала на него. И он понял, что было в том взгляде. Удивление. Вот что. Костя воскликнул. «Вы и меня хотели убить. Что было в том пироге?» «Так и знала, что ты его не ел», – прокаркала старуха. «Я тарелку уронил, а вы удивились, что я жив». «Туда вам всем и дорога!» Соседка затряслась от ярости. «Мужланы невоспитанные, дохабалки. Вот кто тут жил. Все меня ненавидели, смеялись в спину, хамили. И ты такой же оказался. Хотя сначала я подумала, приличный юноша, а ты не успел въехать, как девок начал водить». Взгляд Ирины Владимировны сделался лукавым. «Помер бы, никто бы и не понял, отчего. Никто ничего не докажет. Ни разу доказать не удалось. Я химик, и дело свое всегда знала хорошо». Это было равносильно признанию. И Костя буквально оторопел, не зная, как поступить, что делать с этой информацией. Старуха захихикала, в виде его замешательства. И тут произошло невероятное. Старая ведьма вдруг посмотрела куда-то за спину Костя. Глаза ее округлились, и она завопила. «Ты? Тебя нет! Убирайся вон!» Следом раздался страшный грохот. Костя в первый миг было решил, что бомба рванула. Но увидел, что дело в другом. Все двери в доме, и на втором этаже, видимо, тоже, разом открылись, ударившись о стены, точно выпуская кого-то. Старый дом наполнился звуками. Голоса, постукивания, скрипы, шаги. А старуха завертелась на месте, в панике визжа, чтобы ее оставили в покое. «Вы все мертвы! Подохли! Прочь! Убирайтесь отсюда! Оставьте меня!» Она явно видела что-то, или кого-то, кого Костя видеть не мог. И видения эти пугали ее до смерти. Костя отчетливо понял. Тарелка с пирогом упала не просто так. Те, у кого отняла жизнь старая злобная ведьма, спасли его. А теперь пришли за убийцей. Возможно, появление Кости как-то подтолкнуло их, придало сил. Больше они не желали оставаться в заперти в проклятом доме, вместе с той, что убило их. Тем временем старуха застыла на месте и схватилась обеими руками за горло. Она открывала и закрывала рот. Точно ей не хватало воздуха. Лицо ее побагровело. Потом принялась синюшный оттенок. Глаза вывалились из орбит. Пальцы царапали кожу на горле. Старуха захрипела и повалилась на пол. Умерла. С ужасом подумал Костя. Она умерла. В тот же миг все снова загрохотало. Двери захлопнулись, а после воцарилась тишина. На полу у ног Кости лежала мертвая соседка. Наверное, позже, когда приедет скорая, врачи констатируют инфаркт. А больше никого в старом доме не было. Теперь уже точно. Костя надеялся, что все призраки, обитавшие тут и жаждущие отмщения, ушли навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...